Еженедельное оперативное совещание прошло в администрации городского округа Люберцы. Руководители структурных подразделений, силовых ведомств и экстренных служб отчитались главе муниципалитетов, проделанный за отчетный период работе. С докладами спикеров ознакомилась и наша съемочная группа. В межмуниципальное управление МВД России Люберецкое на прошлой неделе поступило более 2000 обращений. Из 24 уголовных дел, возбужденных за отчетный период, стражи порядка раскрыли 19. На территории обслуживания ведомства произошло 170 ДТП. Также личный состав поучаствует во всех мероприятиях, то есть в ЕГЭ, в других праздничных мероприятиях, которые проходили во всех округах, которые мы обслуживаем. За отчетный период подразделения Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона совершили 58 выездов. Два раза сигнал тревоги поступал из-за возгораний. Оба происшествия на территории городского округа Люберцы. 7 июня в 14 часов 40 минут Малаховка-Лихачёва, дом 27, на приусадебной территории загорание сарая на площади 2 квадратных метра без пострадавших. И 11 июня в 22 часа 45 минут Люберцы, Квабратимов, у дома 26, на загорание трансформатора придомового на площади 2 квадратных метра. Пострадавших также нет. А на сетях ЖКХ происшествий не было. Система работала без аварии в штатном режиме. В округе продолжаются плановые работы в МКД. В этом году предстоит заменить 39 лифтов, отремонтировать 149 подъездов. А в программу капремонта вошло 135 жилых зданий. В работе находится сейчас 44 дома и выполнена работа на 35 домах. И вот в динамике за предыдущую неделю были закончены работы у нас. Ремонт фасадов на трех домах и ремонт кровель плюс 7 домов уже закончены работы. В городском округе Люберцы продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. С 11 июня Красковская больница вновь стала ковидным госпиталем. Профильных пациентов перевели в другие стационарные отделения Люберецкой областной больницы. Луиза Игязарян, Петр Пономаренко, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Редактор субтитров А.Семкин